Привет, друзья! Конечно, мне отрадно, что уже у большинства людей, и потому что работает наша школа Человек Будущего, и потому что наша коллега Киселёва Валентина Эдуардовна работает в своей школе, растёт у людей понимание, что между переживанием, независимо от повода переживания, например, по причине болезни ребёнка, или поиска денег, или подготовки к какому-то выступлению, независимо от всего этого, вот эти переживания, которые человек испытывает, которые он обычно снимает, уже привык снимать, например, физкультуры, катанием на велосипеде, прогулкой по лесу, пением, слушанием, музыки, да, ещё чем-то, да, вот он привык это снимать лекарствами, алкоголем, что между всем этим те же самые изменения происходят в его мозге, когда, например, он во время переживаний делает идеорефлекторные приёмы, или повторяемые какие-то ментальные действия, или физические действия, и выходит на такое же состояние внутреннего баланса, когда у него вместо адреналинового такого большого концентрированного состояния происходят эндорфинные процессы, которые помогают ему иметь хорошее настроение, да, и это эндорфин, это вообще-то прелесть, потому что это для здоровья. И вот вдруг в этот момент, когда я об этом говорил очередному участнику наших встреч на бесплатных лекбезах или вебинарах, задаются вопросы, а если у меня колено болит, например, что мне делать? Отвечаю, не зависать в стрессе, не накручиваться, не накручиваться, потому что когда мы накручиваемся, вот у меня был случай, когда колено болело, я накручивался, но это в юности было, я думал, смогу ли я поехать в командировку, а вдруг так и буду болеть, и я накручивался, поэтому не накручивайтесь, об этом мы будем говорить с Валентиной Киселёвой, мы будем говорить, она будет со своей стороны давать материал, я буду со своей стороны давать материал, как поддерживать баланс, да, как поддерживать баланс, я буду говорить, например, о том, что, как делать эти приёмы, ещё новые приёмы будут, да, и они вырабатывают ещё навыки, с помощью которых вы потом можете поддерживать баланс, в любое время, в любом месте, уже даже и без помощи приёмов, потому что навыки формируются, это же тренировочный процесс. До встречи, друзья!